Приветствую вас, давайте сразу скажем так, что я в общем и целом, наверное, поддерживаю своего тезку Андрея Смирнова в ответе на ваш вопрос, потому что действительно по вашему тексту получается так, что мужчина, имея склонность к разгульной жизни, то есть человек, который привык жить относительно богатыми эмоциями, богатыми впечатлениями и так далее, просто-напросто неудовлетворен тем, что у него есть сейчас с вами до конца. То есть, что это значит, неудовлетворен до конца? Да, формально и фактически мужчины вас любят. Это совершенно определенно, это совершенно однозначно, мужчины вас любят. Но, любя вас, испытывая к вам чувства, мужчины при этом испытывают потребности в более ярком ощущении себя в качестве мужчины. То есть, ему недостаточно того, как он чувствует себя мужчиной в вашем контексте. И отсюда его стремление, его желание почувствовать себя в большей степени мужчиной, чем он, например, чувствует с вами. И формально, формально, как бы он говорит правду. Но, фактически, это означает, что ваши отношения, они никак не развиваются. Именно с позиции мужчины. Ему мало того, что у вас есть сейчас. Ему нужно что-то большее. И он стремится к этому чему-то большее прийти. При этом здесь я, наверное, не соглашусь немного со своим коллегой и скажу так, что я не уверен насчет того, что измены со стороны вашего мужчины обязательно не будет. Это как раз таки, к сожалению, не вес. То есть, там, не будет у него измены или она будет, это слишком такой, знаете, не гарантированный момент. Потому что, если мужчина не удовлетворен, если мужчина испытывает нехватку от каких-то эмоций, каких-то потребностей, то он вам, в принципе, в долгосрочной перспективе может быть и изменит. Если вы не припримите какие-то меры. И меры эти, они могут быть на самом деле только одни, вот по факту. Эти меры по факту могут быть только такими, чтобы вы вместе с ним начали разговаривать о том, чего вы хотите. Ибо у меня есть стойкое ощущение, что вы уже давно не разговариваете о том, чего вы хотите, что, например, важно вам, что важно ему и так далее. А ведь потребности со временем, они меняются. Вот вы говорите, что вы вместе 10 лет. За 10 лет люди очень сильно могут измениться. А вы вполне, возможно, ведете себя так же, как и вели 10 лет назад. 5 лет назад. А у мужчины потребности могут как-то эволюционировать. Вы это не учитываете. И отсюда проблема. Поэтому я думаю, что вам необходимо, знаете как, не говорить ему, возможно, что вы читали его переписку. Да, потому что это все-таки недоверие к мужчине, это все-таки определенный негатив по отношению к нему. Это, в конце концов, нарушение личных границ и так далее. Но сказать ему о том, что вы чувствуете, что он от вас отдаляет, сказать о том, что вы в какой-то момент стали более чужими с ним, вполне возможно, и поговорить о том, а вот, что ли ему нравится, что ли его устраивает. При этом я понимаю, что он говорит, что вы устраиваете его как женщина, но тем не менее, тем не менее, это определенно не так. Если ситуация такова, да, что он все-таки ищет в себе другую женщину, ищет в себе несколько женщин. Поэтому я думаю, вам нужно в этом направлении двигаться. Причин сомневаться в любви мужчины к вам нет. Действительно, он вас любит, скорее всего. Но я думаю, что если вы не задумаетесь над тем, что будет удовлетворять потребностям для его мужчины лучше, чтобы, может быть, чувствовать его лучше, чтобы, может быть, лучше отвечать там кому, с чего он хочет, например, то боюсь, что ситуация может быть более плачевной, чем она есть сейчас. И весь вопрос решается в том, можете ли вы это сделать или нет. То есть, по сути, вопрос в том, можете ли вы, хотите ли вы работать над своими отношениями, хотите ли вы развивать их, делать лучше или нет. Вот, собственно, в этом ключе вам и нужно двигаться, и в этом ключе вам нужно думать. Вы можете подстроить, вы можете представить все так, как будто вы случайно увидели переписку, и когда, если вот что-то будет, то это произойдет, у вас появится реальный повод для того, чтобы, ну, собственно, разговаривать об этом молодым человеком, разговаривать об этом со своим мужем и, собственно говоря, поставить вопрос именно таким образом, что вы знаете, вы теперь в курсе того, что мужчина там развлекается каким-то определенным образом, это вас обижает, вас это оскорбляет, и более того, ну, это совершенно нормально, что вас это оскорбляет и задевает, ибо по-другому не может быть в данном случае. Соответственно, если мужчина вас любит, он не будет оскорблять вас таким поведением. И, соответственно, если он вас любит, он сделает что-то для того, чтобы как-то ситуацию прояснить, по крайней мере, между вами. Соответственно, если он будет отказываться от всего, соответственно, если он будет говорить, что нет-нет-нет, ничего не случилось, все хорошо, соответственно, это будет означать, что вами он не дрожит и, как бы, ситуацию поправить не хочет. То есть его все устраивает, его устраивает, что у него есть вы, и его устраивает, что у него есть вот еще такие вот девушки для развлечения, да. И в этом плане, к сожалению, нельзя уже говорить о том, что он вас любит и что он хочет быть с вами. То есть, да, может быть, любовь там есть, может быть, чувства к вам есть тоже, но они по-своему проявляются, так как мужчина может вам их дать. Ну, то есть, условно говоря, мужчина совершенно спокойно может, ну, может, например, вас любить, да, но при этом считать, что у вас есть свое место, у него есть там свои какие-то желания и, соответственно, одно к другому не имеет никакого отношения. И правда заключается в том, что мужчину вам не переубедить в обратном, к сожалению. И тогда уже вы сами становитесь перед вопросом. Значит, либо вы принимаете такое его поведение и миритесь с ним, либо не принимаете такое поведение и, соответственно, начинаете от мужчины отдаляться именно по той простой причине, что вас от оскорбляют. И если мужчина увидит, что вы от него однолетесь, если молодой человек увидит, что вы терпеть это не намерены, то вот тогда, как раз, как раз таки, тогда и можно говорить о том, что ситуация как-то может у них поменяться. Вот, в принципе, и все, что можно вам сказать, отвечая на ваши вопросы. То есть тут только разговаривать, тут только стараться прийти к какому-то общему решению, к какому-то обоюдному решению, или, собственно говоря, отношения ваши, к сожалению, будут разрушаться и дальше. Потому что, ну, объективно, вам это не нравится, вас от оскорбляют, а получается, что мужчина не только унижает вас, но еще и обманывает. А это все не является чем-то хорошим, позитивным именно для отношений. И дабы ситуация не ухудшалась, дабы ситуация не усугублялась, дабы все-таки вы были оба счастливыми, и чтобы вы друг другу себе не вредили, то необходимо предпринимать определенные поступки, определенные действия для того, чтобы ситуацию разрешить. И, к сожалению, простым это не будет. Готовы ли вы это делать? Готовы ли вы попытаться как-то побороться за отношения свои? Зависит от вас, то есть, хотите вы этого или нет? Если хотите, то все возможно. По крайней мере, вы попробуйте, по крайней мере, вы выясните, и там уже будет ясно, видно, понятно, как мужчина и что он думает относительно ваших отношений, ну и так далее, и так далее, и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!